Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали ко мне на канал YouTube в новый шоппинг-влог. Как вы знаете, из названия мы с вами сегодня отправимся на примерку в два российских бренда. Первый из них это бренд Помпа, который создает просто потрясающую верхнюю одежду, стильную, качественную и в очень большом ассортименте. И второй это любимая многими из вас Зарина. Посмотрим, что там сейчас есть нового и достойного вашего внимания и трат. Если вам интересно увидеть образы, которые у меня получились, то оставайтесь и давайте начинать. Начнем давайте сегодня с бренда Помпа. У нас очень давно его не было в обзорах, в эфире, поэтому пойдем посмотрим, что сейчас появилось на осень. Что меня влюбило прямо с порога, это конечно вот это вот, назовем ее капсула. Это 100% мои личные оттенки, мы все с вами разные. Кто-то из вас наверняка обладает другой внешностью, но вот эта палитра, о боже, какой приятный. Что это интересно, кардиган? Нет, это джемпер. Вот эта вся палитра, это прямо мое. Мы обязательно с вами точно примерим вот это пальто. Очень красивое пальто без пояса, полной длины, ниже колена, я думаю, оно должно быть. Красивейшие клетки, пепельный такой серый оттенок у каждого из цветов и в целом вот эти все прохладные голубые, зеленые, серые тона, это прямо моя красота. Здесь наоборот, напротив, более такая контрастная капсула для обладательниц более контрастной внешности. Вот такой шикарный жакет. У Помпы есть не только верхняя одежда, но и одежда обычная, если вдруг вы не знали, имейте ввиду костюм потрясающего качества. Вообще бренд Помпа существует почти 20 лет, девочки, представляете, с 94 года они создают свои вещи, свои изделия. В Петербурге находится компания и у них на данный момент более 40 магазинов по России, поэтому проверьте, скорее всего, в вашем городе этот бренд тоже представлен. И что еще замечательно, здесь есть пальто не только демисезонное. Вот это вот у нас с вами в начале, то, что я показывала, это демисезонное пальто, а вот здесь это еврозима, то есть они примерно до минус 15 градусов. Но есть еще и полноценные зимние пальто до минус 20 градусов, они с мембраной, то есть они утепленные полностью по всему изделию, и спинка, и спереди, и рукава. Поэтому даже зимой, девочки, можно выглядеть женственно и элегантно, и не мерзнуть. А есть также пуховички, тоже видите, какие длинные, это тоже зимние модели, тоже до минус 20 градусов с мембраной. Варианты, в общем-то, под любой стиль, короткие тоже есть, можно найти, и совсем такие длинные теплые коконы, и тем, кто предпочитает пуховики, и тем, кому нужно что-то более элегантное под гардероб, под стиль жизни. Здесь мы с вами сможем подобрать. Посмотрите, какой шикарный цвет пальто. Это, наверное, будет пальто не первое и не единственное в гардеробе, потому что на каждый день, возможно, ну, смотря какая у вас остальная одежда, где-то может вписаться и такое яркое морковное пальто. Но в основном, по большей части, это скорее акцентная вещь, когда у вас уже есть хорошее базовое пальто, например, вот такое, допустим, шалфейного цвета, спокойное, универсальное, элегантное и так далее. Вот к нему в пару можно добавить какое-то более яркое, чтобы собирать разнообразные образы. Мне нравится, как здесь состилизован костюм в черном цвете и внизу свитер. Я сама так ношу и рекомендую вам тоже. Получается и деловой, и при этом уютный, и теплый образ. Шикарное базовое пальто в цвете camel, но немножко с розовинкой. И на экране я вижу сейчас, что вам оно чуть-чуть отдавало розовым, и в жизни в нем есть немножечко этого розового подтона. Если особенно рядом прикладывать другие вещи, другие оттенки бежевого вот этого camel оттенка, то здесь видно, что оно такое чуть-чуть с розова. Абсолютно универсальное, прекрасное пальто. Тоже шикарная база. И вот такой вот костюм тоже мне очень нравится. Брюки актуального кроя, не узкие, прямые, в меру широкие и свободные. И просто прекрасный бежевый жакет, двубортный. Думаю, что тоже с вами поставим этот костюм в какой-то из образов. Пальто. Я вас прошу обратить внимание, есть разные длины. Специально снимаю, чтобы вы видели сравнение. Потому что часто получаю комментарии, что вот. И причем пишут все, и высокие, и невысокие девушки, что вот, она невысоких не шьют. Или наоборот, вот, я такая высокая, на меня ничего нет. Есть все на всех, если искать как следует. Вот здесь, например, очень большой выбор. Вот это очень красивый цвет, такой баклажановый, глубокий, темный. И оно прям теплое. Мне кажется, здесь, наверное, стопроцентная шерсть. Может быть, тоже примерим. Очень красивая. И вот это хвойное мне безумно нравится. Прекрасный оттенок для базы. Не только бежевый, серый и черный могут быть базой. Но и оттенки, вот, природные именно оттенки зеленого. Это может быть хайки или вот такой вот еловый хвойный цвет. Он со всеми цветами другими будет сочетаться. Давайте, наверное, отправимся с вами примерять образы. Потому что очень много всего. Хочется вам много показать на себе. И обязательно прокомментирую вещи. Смотрим с вами первый образ. Я, естественно, хочу начать с того пальто, которое меня влюбило просто себя в зале. Это вот это пальто с бежево-песочной основой, с добавлением горького шоколада и пыльно-серого цвета. Оно действительно роскошное, девочки. Я бы, учитывая даже, что у меня, в принципе, нет недостатков пальто в гардеробе, но я бы от такого не отказалась. Посмотрите, какое оно красивое. Это современное пальто, но в нем как будто есть чуть-чуть-чуть ретро чего-то. Вот я это чувствую на визуальном уровне. Посмотрите, какой шикарный цельнокроенный рукав. Это должно быть высокое мастерство конструктора, закройщиков и всех, кто создает изделие, чтобы создать его с настолько безупречной посадкой. Ну и, конечно, очень красивая цветовая гамма. Есть карманы. А, вот здесь они. Видите, как интересно. Здесь клапан, а карман, на самом деле, я его даже не сразу заметила, настолько он аккуратно сделан. Длина миди до середины икры. Оно у меня. Я вам его показываю с туфлями, потому что там внизу платье. Ну, конечно, носим мы его осенью с высокими сапогами, если это платье или юбки, с ботильонами, если это брюки или джинсы. А носиться оно будет прекрасно как с брюками, так и с джинсами. И, в принципе, я бы даже попробовала его сочетнуть с какими-нибудь кедами или не слишком спортивными кроссовками. На мне свитер, тоже в основе у которого горький шоколад, как и у пальто, плюс немножко бежевое. На нем принт пейсли, огурцы так называемые. Но он очень так ненавязчиво сделан, здесь не читается сильно восток. И внизу под свитером еще и платье. Я вам пущу его отдельно сейчас по экрану, как оно выглядит. К платью идет в комплекте пояс, можно обозначить талию. У платья по бокам есть разрезы. Вообще, это платье-рубашка, оно застегивается полностью на пуговицы. И при желании, соответственно, вы либо добавляете пояс, либо нет. Длина миди потрясающе приятный к телу материал, даже к голому телу. Можно носить его будет и летом, и сейчас, вот так вот самостоятельно, либо со свитером сверху. И летом потом тоже, потому что оно легкое, приятное, не электризуется, и у него есть карманы. Что может быть лучше? В этом образе я вам показываю принцип сочетания принтов в луках. Есть, на самом деле, несколько методов, несколько принципов, как мы сочетаем принты в образе. Я очень подробно об этом буду рассказывать на своем курсе по стилю, который стартует уже вот-вот. Это одна из 20, наверное, тем, если не больше, которую мы разбираем с моими ученицами на курсе. Если вы хотите научиться стильно одеваться, чувствовать себя уверенно в одежде, чувствовать себя счастливой, видя свое отражение в зеркале, то не пропустите анонс о старте регистрации и, собственно, не пропустите курс, потому что следующий будет, скорее всего, через год. И, собственно, какой принцип сочетания принтов у меня работает в этом образе? Это использование одной объединяющей все вещи цветовой палитры. Здесь у нас еще работает сочетание вещей по принту, то есть они в разных цветовых палитрах, но у них, по сути, как бы один принт, один мотив, по крайней мере. А все три вещи объединяются у нас с палитрой. Поэтому образ, несмотря на наличие трех разных принтов, трех, да, трех, смотрится гармонично, а не оляписто. Смотрим с вами следующий образ. И на вне вот такое интересное сочетание цветов. Причем это тот случай, когда красиво, как с верхней одеждой. Получается прекрасное сочетание баклажанового цвета. Это, кстати, то самое пальто, которое мы с вами видели в зале, которое я говорила, что оно очень тепло. Здесь действительно 70% шерсти. И вот этот роскошный баклажановый оттенок мы сочетаем с красивым бежевым. Сейчас вы увидите костюм отдельно, я вам тоже его в зале показывала. И вместе, если вы застегнетесь и будете идти по улице, это будет очень элегантно, благородно и изысканно смотреться. И при этом внизу я обязательно еще сниму пальто, прям покажу вам хорошо костюм. Тоже красивое сочетание. В целом можно было бы поставить под костюм стандартную белую рубашку или блузку. Но мне захотелось добавить еще один цвет. Сделать красивое сочетание цветов не только верхней одежды с нашим низом, который из-под нее будет вот здесь выглядывать. Но и внутри самого образа, когда верхнюю одежду мы снимем. Поэтому здесь у меня появилось, в кармашке зашито пока что, блузка в очень красивом голубом оттенке. Он немножко пыльный, нежно смотрится. Нестандартный оттенок голубых рубашек с жемчужным переливом. Фактура вот такая интересная. Еще отдельно покажу вам пальто в застегнутом виде, чтобы вы понимали полноценно его крой. Это просто прямое пальто со спущенным плечом. Очень элегантное, очень теплое, поверьте мне. И, кстати, девочки, пока я помню, сразу вам скажу, что у меня есть промо-код в помпу на скидку 10%. Он очень простой. Звучит вову 10. Я вам оставлю его на экране. И информация также будет в инфобоксе, собственно, как и ссылки на все вещи. Поэтому проверяйте. И вот так вот будет выглядеть образ уже без пальто, когда вы его снимете где-нибудь на работе или просто где-то в помещении в другом. На мне тот самый двубортный жакет, который мы видели в зале. Я его специально застегнула. Он длинный, девочки. Длиннее, чем обычно бывают жакеты. Знаете, если вы не высокого роста, да даже на мой рост, в принципе, его можно носить как платье, если честно. И под жакетом брюки. На мне размер и жакета, и брюк 44. И брюки, наверное, и жакет в целом. В общем, весь костюм я могла бы взять и в 42 размере. К сожалению, уже нет. Я бы примерила, может быть, чуть меньше. Жакет, в принципе, мне нравится. И по длине рукава он не слишком длинный. Чуть-чуть плечо, может быть, спустилось. А вот брюки я прям чувствую, что можно 42 брать в помпе. И очень красивая блузка рубашечного кроя. Я прям рекомендую вам, девочки, посмотреть ее на сайте, потому что телефон никак не хочет передать ее цвет. Он сложный, очень красивый, не холодный и не теплый голубой. Нейтральный, но прям вот нестандартный оттенок. И вы сможете носить ее, помимо как с этим костюмом, можно надеть ее с какими-то джинсами или брюками другого цвета. Очень красиво будет смотреться с еловым, с молочным, с черным, естественно, с серым. Со всеми оттенками серого этот голубой цвет будет прекрасно сочетаться. И еще покажу вам образ с вот этим ярким пальто. Оно, конечно, очень эффектное. Вот его длина у меня, оно чуть ниже середины икры опускается. Причем пальто на мне в размере S. Это такое по крою, оно не совсем кокон, оно скорее прямое, здесь застегивается на кнопке. Вот так вот оно выглядит в застегнутом виде. И к нему в комплект есть еще пояс. Чтобы при желании вы могли обозначить талию. Пальто просто прекраснейшее. Это демисезонный вариант, то есть это осень-весна, но при этом оно в любом случае теплое. И дополнить я его решила успокоить немножко вот таким романтичным платьем. Платьем на оливковом фоне, на цвете хаки идет цветочный бринт, причем тоже не контрастный к этому цвету хаки, а в такой же приглушенной, припыленной, природной мягкой гамме. Это интересно смотрится в сочетании с ярким оранжевым цветом. В дополнение к этому платью на холодный сезон нам, конечно, нужны высокие сапоги. Высокие сапоги, заходящие под подол платья, в данном случае идеально подошли. Но можно черные, потому что в принципе здесь практически черный цвет в принте присутствует. Но очень мягко будет смотреться какой-нибудь шоколадный цвет вообще в этом образе в целом и с этим платьем в частности. Смотрим следующий образ, и я просто в восторге. Это зимнее пальто, и какое же оно роскошное. Как вы видите, здесь у меня, у него, у меня, у нас с этим пальто на воротнике есть мех частично, но он съемный. Поэтому если меховый воротник, это не совсем ваша тема по стилю, его легко можно снять и оставить просто. Это шикарное пальто, к которому, кстати, идет пояс. Но в чем плюс? И я люблю очень, когда так нет шлевок. То есть вы при желании можете носить его просто вот так вот, как пальто, кокон, либо подпоясать, если хочется. Я подпоясывать его не буду, оставила его таким свободным. И захотелось сделать прям такой классический образ. Бизнес-леди, например. Я добавила просто белую сорочку, белую рубашку и черные брюки с посадкой на талии. Если вам кажется, что пояс уехал немножко вбок, вам не кажется, просто он закреплен вот здесь сбоку с защитой. И я не могу его сдвинуть на место, чтобы он у меня был застегнут так, как мне нужно именно под мои объемы. Получается образ с беспроигрышным сочетанием цветов. Черный, белый и кэмо. Но пальто это просто, просто роскошь, девочки. Это просто максмара. Просто Докаданс, я знаю, есть в сети какое-то видео или что-то подобное, где там говорят, ну это просто роскошь. Это просто Докаданс. Вот это реально Петродворец. Так вот пальто будет выглядеть с поясом. Девочки, я замечу, кстати, что на мне размер М. И я бы на себя брала все-таки S при всей моей любви, куверсайзу и свободном пальто. В помпе они изначально идут более чем свободно, даже в вашем родном размере. То есть здесь, если где-то в каких-то брендах, например, брюки, джинсы, у меня 44 уверенные, то здесь 44 мне много. Мне нужно 42. Вот сколько я уже низов померила, эти брюки тоже на мне в 44. Нужно 42. Пальто в М-ке в принципе ничего, но поскольку оно зимнее, оно плотное, то я бы, может быть, взяла S. И по поводу размеров, в целом обращаю ваше внимание, что в помпе очень-очень большой широкий размер наряд. От 40-го, по-моему, до 50-го или 50-го, я вам точно напишу на экране, размах размерного ряда. Но здесь реально можно одеться обладательницей любой фигуры и любого роста, о чем я уже сказала в зале. Пальто просто роскошное, просто роскошное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И еще один образ из помпы на сегодня, и это просто мой фаворит, особенно юбка. И вот это вот куртка-рубашка. Сейчас я обо всем расскажу подробнее, но вообще-то, знаете, образ, я ему дала бы кодовое название, как одеться в мороз, если у вас нет теплых вещей, типа теплой верхней одежды, но при этом выглядит стильно. Такая, знаете, стильная капуста, потому что на мне здесь три слоя, вот здесь вот наверху, и каждый из них очень теплый. То есть, в принципе, каждую из этих вещей можно носить по отдельности, и уже будет тепло. А вот так вместе, это прям надежный вариант. У меня здесь, во-первых, сначала свитер. Свитер, девочки, очень длинный, я его сейчас еще подогнула, но вообще это практически свитер-платье. То есть, вот в мой рост он до середины бедра мне идет, как вот тот жакет-платье, который бежевый, я вам показывала чуть ранее. Очень-очень длинный свитер с высоким горлом, в нем в составе есть немножко шерсти, поэтому он должен быть теплый. Средний слой покажу чуть позже, показывая ебку. Пока что покажу вот эту куртку, вот эту пальто, тоже цельнокроенный рукав, просто помпа. Такие молодцы, так красиво, ничего лишнего, так чистенько, вот очень я люблю, когда так. И здесь у нас camel, только вот в длине жакета, по сути. Это не совсем жакет, потому что жакет все-таки имеет у нас вточной рукав, а здесь это пальто-жакет, пальто жакетного кроя. Классный вариант для тех, кто, например, на машине, и вам неудобно в длинных пальто, они у вас там все по земле, и в целом вам нет необходимости носить длинную верхнюю одежду. Или для тех девушек, кто обладает невысоким ростом, вот обратите внимание, в нем будет очень тепло. И вот, собственно говоря, промежуточный слой между свитером и пальто. Это вот такая куртка-рубашка, действительно куртка-рубашка. В ней, в общем и целом, можно ходить в ту погоду, когда вы носите джинсовку, кожанку или, может быть, какой-то теплый жакет. То есть это альтернатива жакету, либо на какую-то такую демисезонную погоду. Ну, вот в Москве такой практически не было этой осенью, может быть, вы живете там, где еще тепло. Очень классная ткань, гладкая, приятная к телу, держит форму, добротная. Я прям очень довольна вот этим комплектом из рубашки и юбки. На мне размер S и у верха, и у низа. У низа точно, у юбки S вот она села просто идеально. Вот это мой размер в помпе, тоже сравнивайте мои параметры с собой для ориентира, чтобы вы понимали. И юбка. Юбка это просто отдельный хит. Посмотрите, девочки, какая шикарная юбка Макси в строгом крое. Это уже не миди, вы видите, да, что она мне вот до щиколотки доходит. Очень редко такую модель можно встретить вообще где-либо. Здесь даже не важна ценовая категория бренда, просто такие юбки очень редко шьют. А сейчас они как раз очень актуальны. Это такая интеллектуальная мода получается. Образ стильной библиотекарши или стильной отличницы. Немножко настроение Селин. Я очень довольна юбкой, она просто безупречная, такая аккуратная, ровная, строгая, да. Но смотря с чем вы ее будете сочетать. Если вы наденете вот такой расслабленный свитер, образ уже перестанет быть строгим, супер строгим. Если вы дополните ее рубашкой, сорочкой, как в прошлом луке с бежевым зимним пальто, то, конечно, это будет супер деловой строгий образ. Ну и по обуви, конечно, в идеале дополнять такую длину, там еще с лица зашита высоким каблуком. Тогда вы компенсируете эту длину максимум и не так теряете в росте. Но при необходимости можно пробовать и более низкий каблук. Лоферы я бы не советовала, потому что вы точно станете стильной библиотекаршей в любом возрасте. При всей моей любви к представительницам этой профессии, это скорее собирательный образ. Я надеюсь, что все это понимают. Высокие сапоги, да, можно. Ботильоны, которые будут облегать вашу икру и щеклотку, да, можно. Какие-то, ну, кеды, ну, можно пробовать, зависит от вашего роста и фигуры. Продолжение следует... Следующая остановка у нас с вами Зарина. Будем смотреть новую коллекцию. Смотрите, какие тут чебурашки висят, кепочки, сумочки. Между прочим, выглядит очень даже ничего. Стоит такая кепочка-чебурашка 1000 рублей. Ну, в целом, для каких-нибудь стилевых, супертрендовых образов можно. Это такая сумка а-ля пельмень. Ну, не а-ля, это прям пельмень тоже, под овчинку. Огромное количество курток, жилеток, стеганых, причем преимущественно всяких пуховичков или а-ля пуховиков, то есть стеганая куртка. Ну, вот эта, кстати, довольно симпатичная. Стоит 6600. Вполне симпатичный свитер, который, к сожалению, испорчен. Зачем-то вот такую надпись на нем сделали. Зачем, непонятно. Без нее был бы вполне себе жизнеспособный стильный свитер. Неплохие джинсы, как и всегда, можно найти. Плотные джинсы, хорошо, равномерно окрашены. Но джинсы, это, в принципе, как и любая одежда. Это очень индивидуально. Кому-то подходит крой и лекала Зарины, кому-то нет. Даже с моими клиентками кому-то мы здесь покупаем. Причем, знаете, когда уже обошел все магазины, какие-то более дорогие бренды, посмотрел, померил, не садилась. А здесь бывает, что садятся. Хотя стоят они, ну, как бы, где тут есть цена обычно, вот, да, 3000 рублей. Такая адекватная цена масс-маркета для джинсы. А на кого-то не садятся. Поэтому нужно мерить. Кстати, симпатичный кардиган. Мне нравится его спокойный, ровный крой. Что-то с цветопередачей дикое. Вот он такого цвета, темно-синего, потемнее, чем вы сейчас его видите. И фактура у него под травку небольшую. Вот такой вот примерно он темный. Вот этот кардиган смотрится симпатично. Знаете, такой привет Гуччи. Очень читается, что здесь оммаж под Гуччи, но при этом это не Гуччи и даже не лого Зарины. Просто такой узор. Но все понимают, чем вдохновлялся бренд, создавая этот узор и этот кардиган в частности. Вот здесь есть неплохое поло с достаточно низким декольте, глубоким. То есть даже в размере XS оно, ну вот видно, что прям очень низко будет опускаться. Поэтому, возможно, под него нужно надевать какой-то топ. Он может быть с лямками, может быть бандо. Рубашку вы под него не наденете по нескольким причинам. Во-первых, у него короткий рукав. Больше можно не называть другие причины. Во-вторых, здесь уже есть вот этот ворот и ткань тонкая. То есть носить его нужно либо соло, если вам комфортно, либо на что-то облегающее и не привлекающее к себе внимание. Но ткань очень приятная. Он достаточно тонкий. И цветовая палитра мне нравится. Зарина это, кстати, вполне себе хорошая альтернатива H&M в плане вот таких вот украшений. Они здесь стоят, ну, 3 копейки. Я думаю, все со мной согласятся. Даже без скидки. 600 рублей за три пары сережек. А сережки-то прекрасные. Они сделаны под такое состаренное золото. Я бы прям себе даже взяла. Возможно, и возьму. Потому что все три пары мне нравятся. Вот эти прям совсем маленькие кольца. Вот эти чуть покрупнее. Здесь завиточек очень аккуратный. Все можно носить на каждый день. Просто прекрасно. Сохраняйте себе артикул. Вот он здесь. Стоят они сейчас 400 рублей, девочки. Ну, просто убирать и бежать. Кстати, вот здесь есть такая же модель. Такие же три пары. Но в холодном металле. Единственное, здесь он уже глянцевый. А мне вот очень нравится, что здесь такое матовое состаренное золото. А вот классные сережки сразу с двумя металлами. С золотистым и серебристым тоже классные. Стоят одни сережки 400 рублей. Если что, тоже вот артикул. Также в Зарине сейчас есть коллекция как бы нижнего белья. Но здесь прям нижнее белье. А вот такие топы можно носить под жакеты летом. Но здесь он, правда, совсем тоненький. Здесь все будет просвечивать. Он цепляется. Ну, в общем и целом, вот этот вот ничего поплотнее. Красивый оттенок какао. В целом можно что-то подобрать. Здесь прям нижнее уже, нижнее-нижнее белье. Шарф вот этот мне нравится. Чем-то чуть-чуть напоминает мне мой шарф Акне. Своей пушистостью, наверное. Своими вот этими висюльками широкими, бахромой. И очень классная палитра для тех, у кого холодная внешность. Прям она прекрасная. Он очень мягкий. Но, девочки, я думаю, что закатается он где-то через три часа. Честно вам скажу, потому что он, опять же, очень мягкий и пушистый. Стоит он 1400 рублей. И это стопроцентный полиэстер. Имейте в виду, но красивый. И, кстати, рядом с ним очень классная водолазка. Я сейчас ее начала трогать. Поняла, что у нее подплечники есть зачем-то. Я думаю, их можно убрать. Классный цвет. Он такой прям глубокий хвои оттенок. Зеленый. В тонкий рубчик. Хорошая водолазочка. Давайте тоже глянем цену. 2,600. Вискоза 78%. И артикул у нас вот здесь. Я думаю, что мы с вами потихоньку будем перемещаться в примерочную, чтобы как можно больше всего примерить. Смотрим с вами первый образ из Арины. Я решила примерить этот кардиган в стиле Гуччи. Очень он, на самом деле, приятный по материалу в целом, к телу. Сразу скажу, что он не теплый. Здесь тонкий-тонкий трикотаж. И смотрите внимательно. Либо если заказываете с сайта, я думаю, что там должно быть все нормально. Но вот в зале я часто встречаю уже неоднократно. Мы как-то с клиенткой его тоже мерили. Всякие разные косяки, зацепки. Здесь вот, например, еще у него грязи где-то внутри. В общем, это, конечно, плюса не дает этой вещи и состояние вещей в зале в целом. Но кардиган классный. Вот мне очень нравится его сочетать и с синими джинсами. Сейчас про них поподробнее расскажу. И здесь также могли бы быть черный или черно-серый джинс. Потому что в целом здесь у нас вот этот принт, он как раз черно-серого цвета. Но за счет того, что кардиган карамельный, карамельный прекрасно сочетается с синим и с бежевым. Тоже будет красиво смотреться. А черно-серый может дополнить какую-то черную или серую вещь. Под кардиганом на мне абсолютно базовая и очень достойная рубашка. Тоже рекомендую. Вообще я каждую вещь из этого образа рекомендую. Просто с кардиганом. Но вот в зале есть нюансы. Тоже неоднократно, как я сказала, я их нахожу. В остальном он хороший. Очень даже достойный. Рубашка классная. Я вам отдельно сейчас на экране пущу, как она выглядит на мне без кардигана. Это просто базовая белая сорочка. Белая рубашка. Из хлопка. Без каких-либо лишних выточек прямого кроя. Причем на мне размер 42. То есть маленький. И она сидит вот так вот идеально свободно. На полуприлегание рубашку можно смело брать. Ну и джинсы. Джинсы тоже достойные. Это мамфит. Хорошая джинса. В меру плотная, но не жесткая. Они такие, знаете, мягкие. Прям вот приятные. Ноги в них сгибать хорошо. Присесть удобно. Они не собираются большим слоем ткани. У вас, например, вот здесь, если вы сидите или под коленом. Поэтому в них находиться очень комфортно. Я взяла размер 44. И они вот прям так, ну, свободненько сидят. Тут вопрос. Поскольку это хлопок, они могут в процессе носки еще потянуться. Поэтому в идеале при покупке померяйте два размера. Свой как бы родной. Ну, например, у меня чаще всего низы в 44 размере. И там уже, смотрите, может быть, потребуется даже на размерчик поменьше. Как уже на кого сядет. Ну вот на мне 44 немножко свободновато сидит. Мамфиты, они, конечно, у нас и не должны облегать и обтягивать. Просто здесь я чувствую, что это может превратиться в такой легкий мешок вместо джинсов. Но сами по себе они очень-очень хорошие. Красивая покраска. Равномерная, однотонная, без потертостей. Приятная ткань. Отличный крой. Полная длина. Вот такой получился образ. На каждый день прекрасно. На работу, если можно ходить в джинсах, тоже отличный вариант. Либо заменяйте джинсы на черные или серые какие-то брюки. В выходной даже, потому что в целом уютно. Мой энерет. Дальше. Смотрим образ. Очень уютный, комфортный. Такой прям супер-супер базовый. То, что я думаю все носят, это хорошо сидящие джинсы актуального кроя. В данном случае это у нас уже джинсы трубы. Просто прямые от бедра. Не слишком широкие. На мне снова 44 размер. И снова они мне немного большеваты. Не могу понять почему, но стоило бы примерять 42. Вот в Зарине почему-то сегодня так. Я вроде бы особо не худела, хотя не побешала бы. Но вот с чем-то все мне большовато. И наверху у меня очень красивый нежный джемпер. Такой у него очаровательный просто воротничок. Просто чудный джемпер на самом деле. Здесь не слишком глубокий вот этот вырез V, но глубокий. Глубокий, но не очень. Тот я все-таки поняла, который с бежевой полоской. Не стала его брать в примерочную. Очень низко вырезанный декольте. А вот здесь прям то, что нужно. Но хотите прикол? Я вам прям подсниму. На бирке написано, что содержит кашемир. Читаем состав. 85 акрил, 15 шерсть. Где здесь кашемир? Что из этого кашемир? Ну причем вот такая бирочка заботливо висит. Пожалуйста. Я человек настойчивый и дотошный. Поэтому я подумала, ну вдруг там ошибка. Решила перепроверить вточной ярлык. Здесь тоже. 85 акрил и 15 шерсть. Без комментариев. В любом случае он действительно теплый. Я это, поверьте, ощущаю очень даже сильно сейчас. И немножко колется. У меня есть свитера из шерсти, вот в котором я сегодня была как раз. И разные всякие другие бренды и модели. И не все свитера из шерсти вот так вот колется. Этот я прям чувствую. Я бы под него, наверное, какую-то небольшую маечку надевала, бельевую или что-то подобное. И покажу вам этот образ еще с верхней одежды. Здесь она у нас будет присутствовать, потому что я увидела вот эту куртку. Она с синтетическим наполнением. И да, она в черном цвете. Невероятный, но факт. На самом деле там была еще в каком-то нежно-голубом, что ли, оттенке. Но она совсем не подходила к нам под образ, поэтому я взяла черный. Хотя у меня черной верхней одежды нет, хоть это и практично, но я как-то ее не ношу. И так слишком много черного всего вокруг. В любом случае, куртка классная. Если вы носите черную верхнюю одежду, и вы в поиске, например, чего-то новенького к этому сезону, обратите на нее внимание. Важно, берите на размерчик хотя бы побольше. Я взяла в размере 46. 48, наверное, мне уже не нужно. На мою комплекцию, на мои параметры. Но 44 или 42 будет вообще не то, чтобы она смотрелась стильно и актуально. То есть вот так вот достаточно объемно и расслаблено. Вот так она будет выглядеть в застегнутом виде. Здесь просто кнопочки. Воротник довольно высокая, стойка. Сильно не застегиваю, чтобы не испачкать новые вещи тональным кремом, чтобы кто-то ее мог приобрести. И плюс есть капюшон довольно-таки глубокий. Поэтому если вы в поисках такой куртки, вы любите черный, его носите, вам он идет. Мне очень нравится. И стоит она абсолютно доступных денег для куртки. Для куртки, ну, конечно, не зимние девочки. Либо зимние, если у вас не холодная зима, или вы все время на машине. Но если у вас зима а-ля минут 25 и ниже, и вы ходите пешком, то я думаю, что в ней будет холодно. Мы с вами посмотрели сегодня варианты, допустим, зимних пальто. Понятно, что это другая ценовая категория, но тем не менее. Но вот эта куртка на осень, потом, может быть, на весну. Хотя на весну, мне кажется, хочется чего-то всегда светлого. В общем, куртка классная. Еще один образ из Зарины. У меня для вас в Зарине в этот раз, знаете, парад джемперов будет, из свитеров. Потому что, если честно, то есть я вам покажу классные вещи. Я, честно скажу, прям разочарована. Коллекции текущие. Опять там у меня ценник сзади. Мне очень мало что понравилось. Если сравнить, когда я снимала прошлый шопинг-блог в Зарине, это было в конце августа, по-моему. И выкладывался он либо в конце августа, либо в самом начале сентября. Там было столько классных вещей. Твидовый костюм, серый жакет, роскошный был. Костюм в такой бордово-какой-то кирпичной гамме. Очень красивая осенняя палитра. Прям джинсы крутые были. Ну, то есть я реально показывала вам много образов. И было из чего выбирать. А сейчас это какое-то засилье абсолютно посредственных курток, при всем уважении к труду бренда. Ну, вот за редким исключением что-то можно найти. И, ну, много джемперов, свитеров. И то, вот это вот. Кто смотрит меня давно, хотя бы месяцев 10, ну, допустим, с начала этого года, потому что я не помню, когда выходил этот влог, вы могли видеть такое в одном из моих обзоров в КОС. Просто один в один. Если у меня получится найти, или если вы на меня подписаны в другой социальной сети, которая запрещена на территории Российской Федерации, вы можете увидеть, как меня найти в той соцсети или в моем телеграм-канале, собственно говоря, то там я точно в сторис тогда делилась. Потому что, если я найду, я вставлю картинку, если получится просто один в один слизанный у КОС. Неплохой джемпер, только у КОС там был больше прям такой махер, и состав был хороший. А здесь, конечно, это синтетика. Да, он вот такой вот весь мягонький, но срок жизни у него, я думаю, что будет как у шарфа, вот того, который я вам показывала в зале. Палитра приятная. Тут ничего не скажу. Такая растяжка цвета, зеленых оттенков, от глубокого малахитового цвета к вот этому шалфейному, чуть-чуть с голубым, как будто подтоном, и молочный. Он удлиненный, это все здорово, можно носить с леггинсами, с узкими джинсами, или с широкими, в принципе, тоже. Но зависит от того, какой образ. Я в носочках, потому что моя обувь не подходит к этому луку, в зарине обуви нет. Зависит от того, какой лук вы хотите получить, и изначально какие у вас данные, скажем так, какой рост, какое телосложение. Если вы невысокого роста, и вы наденете вот этот удлиненный свитер еще и с широкими брюками на плоском ходу, вы сильно в росте потеряете. Если вы высокая, то ваш рост это компенсирует. Здесь на мне очень такие казуальные трикотажные брючки. Их с каблуком сочетать мы с вами не сможем. Я бы дополняла этот образ какими-то кроссовками, либо кедами. Можно, в принципе, тоже ограничиться базовыми, аккуратными. И еще один, но это даже не образ, свитер из Зарины на сегодня, который мне тоже в целом нравится. Я надеюсь, что он не должен быстро закататься. Это вот такой вот леопардовый серо-бежевый с черным вариант. Он же есть в более светлой гамме. Там, по-моему, на молочном бежевые вот эти вот пятнышки. Мне единственное, что не нравится, но леопард в природе он более хаотичен все-таки. Не знаю, конкретно ли это на этом экземпляре вот так вот все слишком упорядочен, расположено, или на всех. Будет так в джемперах я все, естественно, не проверяла. На мне размер М, если что, и меньше точно не надо. Но хотелось бы больше хаоса у леопарда, тогда это смотрелось бы круче, натуральнее и дороже, если так можно сказать. Джинсы на мне, те же, которые вы видели, когда я показывала вот этот вот свитер, который пока шили и несли в него кашемир, где-то просыпали по дороге, в итоге там его нет, а бирка напечатана. Получается очень спокойный комплект на каждый день. Ну, не знаю даже, что здесь комментировать, девочки. Просто удачный свитер. Собрать свитер с джинсами сложности обычно нет, главное выбирать актуальные вещи, потому что и правильный размер, чтобы посадка была хорошая, потому что взять этот свитер в размере S или XS будет вообще не то, и свитер может быть потенциально актуальным, но он будет сидеть неактуально, или джинсы взять какие-нибудь дурацкие там скини, например, непонятные. И тоже вроде как будет у вас свитер и джинсы, но будет совершенно не тот эффект. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня на сегодня для вас все. Получился большой, как и всегда, и насыщенный образами и информацией шоппинг-влог. Мы с вами посмотрели как очень качественную, женственную, достойную вашего внимания верхнюю одежду, действительно теплую, действительно сделанную так, что вы будете носить ее не один год в помпе. Посмотрели что-то интересное, креативное и тоже есть достойные позиции в Зарине, но вот, к сожалению, как я сказала, когда показывала вам предыдущий лук, в этот раз был очень-очень маленький выбор. Может быть, здесь какая-то неудачная развеска, я нахожусь в авиапарке, но прям нечего показывать, нечего. Все образы будут джинсы плюс свитер, вот поверьте мне. Ни платьев нет интересных, ни юбок, то есть есть что-то, но я не хочу это показывать, я не считаю это достойным моего или вашего времени и внимания. Я вам говорю большое спасибо за просмотр, если видео вам понравилось, то буду благодарна вам за пальчик вверх, за комментарий, чтобы не пропустить новые ролики у меня на канале. Подписывайтесь обязательно, если вы здесь первый раз или если не первый раз, но не подписаны, давайте дружить, давайте дружить на других платформах, потому что везде выходит разный контент и я стараюсь как можно чаще быть с вами, особенно в это время поддерживать вас. И давайте излучать добро, желать добро друг другу, ценить, беречь друг друга, уважать. И тогда я думаю, что у этого мира есть шанс и у нас есть будущее. Вот такое лирическое завершение магазинного видео, но и те, кто из вас смотрит меня давно, вы знаете, что за вещами кроется намного больше, чем просто вещи, и что не только вещи имеют для меня интерес и ценность. Я вам за это отдельно благодарна тем, кто со мной давно, кто смотрит все мои видео, кто смотрит мои личные влоги. Я думаю, что скоро такой выйдет. Мне непросто его сейчас снимать по многим причинам, но я думаю, что он выйдет, наверное, в следующем на канале. В общем, я вас люблю искренне. У меня самое лучшее сообщество, самые лучшие девочки. Помните об этом всегда, что вы очень добрые, вы светлые, и мы с вами здесь создаем такое искреннее, светлое и доброе комьюнити, так называемое сообщество, куда хочется возвращаться мне, хочется творить, делиться с вами, и где я знаю по вашим отзывам, вы тоже заряжаетесь. На этом будем прощаться. До скорых встреч, берегите себя, пока. Пока.